Хвойный памятник стране, которой не стало. В Сузунский питомник, где растут сосны, когда-то привезенные из 80 регионов Советского Союза, прибыли специалисты Западно-Сибирского отделения Института леса. Им предстоит провести инвентаризацию и серию противопожарных мероприятий. Подробности в материале Евгении Емельяновой. Тем более это культура, когда естественное насаждение. Там разбежка по возрасту, один маленький, другой большой. Этот объект создали еще в 1976 году. На одной территории в Сузунском районе собрали саженцы сосны обыкновенной. Из 80 республик тогда еще Советского Союза. Конечно, это не везде есть. И в других районах нашей области таких нет. То есть это, конечно, такое бесценное место. И, конечно, интересно смотреть за ними, как из других регионов произрастают деревья, как они растут. Этот питомник единственный в Западной Сибири. Сегодня здесь работают представители отделения Института леса. Говорят, раньше, еще до перестройки, каждые пять лет проводилась инвентаризация. После, в 90-е, работу приостановили. Сегодня вновь начинают исследования. Тем не менее, молодцы лесоводы Сузунские и департамент лесного хозяйства, что они этот объект всегда держали во внимании. И, по крайней мере, уходы противопожарные здесь делались. И тут великолепная сохранность. Это просто им спасибо большое. Ну, а теперь все понимают, что время немножко упущено. Надо сделать изреживание и продолжить наблюдение. Но это не единственная цель. Нужно отобрать лучшие образцы для того, чтобы использовать при лесовосстановлении. Планировали уточнить лес семяное районирование. Это очень важный вопрос с переброской семян. Ну, допустим, крупные пожары у всех бывают. И возникает всегда вопрос. Откуда брать семена? Стихийное бедствие с севера, с юга, с запада, с востока. Вот этот вопрос, он должен регулироваться на основе знаний популяционной структуры. Работать будут еще в течение нескольких месяцев. После этого ученые пообещали поделиться результатами исследований. Евгения Мельянова, Илья Чалых. Новость ОТС. Новость ОТС. Продолжение следует...